Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 16 апреля. Поехали. Американские штаты продолжают подвергаться обстрелу градовых штормов. На этот раз под удар стихии попал штат Миссисипи. Градины размером от 2 сантиметров в диаметре до 5 были отмечены в городе Хаттисберг, а он расположен в округе Форест. Город Хаттисберг подвергался обстрелу града в течение 15 минут. За это время град успел нанести повреждения инфраструктуре. Были помяты автомобили, выбитые стекла, побиты крыши домов. Жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Районы города временно остались без света. Власти занимаются восстановлением инфраструктуры. Последние две недели непогода в Штатах успела нанести немало беды. Обрушилось как минимум 45 торнадо, более десятков градовых штатов, тормов и заморозки со снегопадами. На Кубу обрушился торнадо, которому присвоили категорию ЕФ1 по шкале Фудзиты. Жители города Сан-Хосе-де-Лас-Лахас, столицы провинции Майя-Беки, были удивлены этому торнадо, который сформировался во второй половине дня и нанес материальный ущерб домам и предприятиям. Местным жителям удалось зафиксировать момент формирования и прохождения этого смерча. Этими кадрами они поделились в социальных сетях. Ширина прохождения торнадо составила всего 200 метров, а пройденный путь чуть более двух километров. Уже стало известно, что он повредил более 10 домов, часть из которых разрушил, а у некоторых сорвал крыши. Как отметили местные СМИ, пострадавших не отмечено. Куба все чаще стала попадать в сводки непогоды и в основном на нее обрушивается торнадо разной мощности. В этом году это уже второй торнадо, который нанес материальный ущерб местным жителям. Сильные дожди обрушились на город Манаус, который находится в штате Амазанас. Буквально через несколько часов часть улиц города ушли под воду. СМИ сообщили об одном погибшем, два человека числятся пропавшими без вести. Видео, размещенное в социальных сетях показывает несколько районов Манауса, которые были затоплены, а вместе с ними и припаркованные автомобили. Высота паводка достигла 50 сантиметров и выше. За 4 часа на город выпало 85 миллиметров осадков и до вечера синоптики прогнозируют еще не менее 40 миллиметров осадков. Ситуация, которая сложилась в городе, на данный момент может ухудшиться. Многие улицы оказались заблокированы для движения транспорта. Там проводится откачка воды. Сильно пострадали первые этажи зданий и домов местных жителей, а также паркинги и гаражи. Власти предупредили местных жителей, чтобы они переждали непогоду дома и не пользовались личным автотранспортом. Штат Арканзас опять оказался в центре внимания. В ночь на 16 апреля на него обрушился градовый шторм. Власти даже выпустили предупреждение оранжевого уровня, а также предупреждение о формировании торнадо. Размеры градин, которые удалось собрать и измерить, составили от 3 сантиметров до 5 сантиметров в диаметре. Местные жители сообщают, что этот град падал очень интенсивно, местами даже образовывались горы этих льдин. Стихия нанесла огромный материальный ущерб, многие здания пострадали, как и автомобили. Этот град побил фасады зданий, разбил стекла, помял капоты автомобилей. Очевидцы сообщают, что стихия буйствовала около 1 часа, а это довольно много. Уже ближе к утру округ Фултон опять столкнулся с выпадением града. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений, а также оказывается помощь пострадавшим от буйства стихии. Метеослужбы Арканзаса на сегодня прогнозируют формирование и прохождение торнадо. В Гондурасе горят десятки гектаров леса. В Трикелапе на холме Кантагала к востоку от столицы Гондураса горит 15 гектар леса, при этом пожар разрастается. Как информируют местные СМИ, огонь сформировался тут еще 14 апреля. В тушении пожара принимает участие 50 добровольцев, в том числе пожарные, сотрудники охраны леса и военнослужащие. Пока все попытки потушить этот пожар не увенчались успехом. Сильно мешает гористая местность и ветер, порывы которого достигают 22 метра в секунду. С начала года в Гондурасе уже было зафиксировано 315 крупных возгораний, которые уничтожили 37 тысяч гектар леса и кустарников. Каждый год Гондурас теряет по меньшей мере 60 тысяч гектаров леса по причине незаконной вырубки и ситуацию еще больше уступает. Гондурас губляет эти лесные пожары, причиной которых часто становится человеческая халатность. Вслед за Северной Дакотой на штат Монтана обрушился мощный апрельский снегопад. Буря принесла порывистый ветер, снег в центральной и западной части штата, что привело к отключениям электроэнергии. По данным национальной метеослужбы, за последние сутки выпало более 45 сантиметров снега, а это создало ряд проблем как на дорогах местного значения, так и на региональных. Местные власти выпустили предупреждение о суровой погоде для центральной части Монтаны, сообщив, что местами может выпасть еще около 35 сантиметров снега. В прошлом году такие аналогичные погодные условия наблюдались вообще в мае месяце. Сказать, что это аномально, наверное, нельзя, а вот что это редкость так точно. Шторм, принесший смертельную суровую погоду в южные и центральные штаты, похоронил тех, кто дальше на севере, в рекордно сложных условиях снегопада и метели. Температура местами опустилась до отметки минус 12 градусов по Цельсию. Сезон половодья добрался и до Татарстана. На сегодняшний день нарастающим паводком потоплено 30 приусадебных участков в нескольких селах, таких как Бурундуки, Зимняя горка и Екатериновка. Огороды местных жителей подтопила вышедшая из берегов река Бирля. В селе Бурундуки проживает 521 человек. Эвакуация населения пока не требуется. Но, как утверждают власти, если и дальше будет также расти уровень воды, это станет необходимостью. Местами нарушено и транспортное сообщение, подтоплены мосты и дороги. Уровень воды повышается и на малых реках региона. Так, на реке Тойма прибыль воды за сутки составила 116 сантиметров, на реке Шойма 160 сантиметров, а на Казанке 240. К возможному паводку начали готовиться заранее, еще месяц назад, но все равно все учесть невозможно. В регионе регулярно проводится осмотр территории, как с воздуха, так и с земли. Ситуация держится на контроле. В Индию пришла небывалая жара. Температура на северо-западе страны достигла 42 градусов по Цельсию, а это почти на 8 градусов выше нормы. Для апреля такая температура это аномалия. От экстремальной жары гибнут люди. Как правило, это рикши, уличные торговцы и бездомные. Питьевую воду раскупают быстро, а от пекла спасаются в тени деревьев. Кондиционера в домах у жителей нет, это считается роскошью. Поэтому сплит-системы зачастую только в офисах и у обеспеченных людей. По прогнозам синоптиков, такая высокая температура продержится как минимум еще неделю, а потом уже пойдет на спад. Впереди жаркий июнь, а после в Индии наступает сезон муссонных дождей и приходит долгожданная прохлада. Но в последние 10 лет погода ведет себя непредсказуемо, и месяцев с экстремально высокой температурой все больше. На штат Флорида обрушились штормы и тропические ливни. В округе Палм-Бич это обернулось локальным наводнением. Из-за сильного дождя ОС Палм-Бич затопило несколько улиц. Высота паводка местами превышала 50 сантиметров. Многие припаркованные автомобили оказались в воде. Но и не обошлось без смельчаков, желающих преодолеть большие лужи, чем и поплатились. Многих таких смельчаков потом пришлось вытаскивать с помощью спасателей. Для Флориды в это время года это нормально и даже не самое сильное наводнение. В 2018 году и в прошлом году тут наблюдались сильнейшие наводнения. Высота паводка превышала 1 метр и более. Тогда пострадало много людей и домов, а также техники. На этот раз обошлось без пострадавших. За последние сутки на земле произошло 106 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,5. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Соляные горы в Иране. В иранской провинции Бушер на высоте 1350 метров находятся соляные скалы и купола Джошак. Это одно из самых активных месторождений на Ближнем Востоке. Цвет соли варьируется от обычной белой до синей, розовой, красной и даже оранжевой. Кажется, что кто-то просто тут окрасил скалы, но всему виной примеси других минеральных солей. Интересные называют это место Великая соляная гора. Соль отсюда используется в качестве пищевой добавки больше тысячи лет. То, что мы видим на фото, принято называть соляной тектоникой. Соль растет вверх, а также формирует соляные купола. Отложение соли в ограниченных водоемах с водой, крупных впадинах или расколах. Получается так, что нижние пластичные слои прорывают покров в более податливых частях. Часто это происходит вместе с выходом горючих газов или на месте залежей нефти. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.